Электротранспорт То, что сейчас говорил Георгий Прям Куча мифов Во-первых, про зарядку Заряжается часами Зарядки есть разные Есть медленные, есть быстрые Если вы хотите, чтобы аккумулятор Электромобилей служил как можно дольше Лучше, конечно, заряжать Медленно и ночью Тем более, это выгодно по ценам будет Но также есть Быстрые зарядки Сейчас 150 кВт До 300 кВт есть зарядки Которые заряжают электромобиль Там до 80% Где-то за 15-20 минут То есть, ну, сходить Попить чашечку кофе Сходить, оправиться, булочковую Съесть и все Вот Второе По поводу того, что Кроме Теслы никто не занимается серьезной Этой темой Ну, давайте возьмем Volkswagen Они настолько серьезно этим занимаются Что они просто переоборудуют Свои заводы Вот сейчас полностью Переоборудован на Производство электромобилей Завод в ЦВКАУ Да То есть, только электромобили У них в планах стоит еще Три своих завода Но в планах-то есть Суть по тому, что Бентли собираются Делать полностью электрически Это не в планах Это уже делается Но к 25-му году Мы успеем К 25-му году Недавно был открыт Там они Трансформировали свою Конвейерную линию Чтобы можно было Производить в том числе И электромобили То есть, это все серьезно Нет Это понятно, что все серьезно Это я согласен Действительно Процесс идет Но когда мы сможем Сделать так, чтобы Полноценный электрический Автомобиль Стал заменой Двигателю Обычному Бензиновому Или дизельному Топливому Пока не выглядит Все это Даже самые современные Электромобили Такие, как Какая-нибудь Model X Tesla Или Последние BMW AX3 Или там Купята электрическая Пока не выглядит Заменой Но это самые Прогрессивные Самые серьезные Это нет Это самые Вот вы назвали Model S X Да Но это не самые продаваемые машины Самые продаваемые Это сейчас Tesla Model 3 Model 3 Хорошо, да Это сейчас Volkswagen ID.3 Который тоже рванул Хорошо в продажах По Европе Вот смотрите Про Tesla Model 3 Пример У меня друг Живет в Сан-Франциско И он взял себе Поехал по Соединенным Штатам Там хотел поездить По Калифорнии Попутешествовать Взял в аренду Ровно такую Теслу Думал Все Фотографировался Смотрите Какая у меня прекрасная машина В Калифорнии это Он выехал там За Сан-Франциско Сколько-то проехал Она у него встала Хотя он Он очень рассчитывал Доехать до зарядки В итоге доехал До какой-то Обычной Самой зарядки Ему пришлось ночевать В каком-то мотеле Потому что машина Заряжалась Там Полсуток Это в Калифорнии Это очень удивительно Потому что В Штатах Очень распространена Система суперчарджеров Я к этому и говорю Видимо ваш друг Как-то В чем-то Просчитался Может быть Уровень заряда С которым он выехал В свою дорогу И маршрут Не построил Потому что там Все это вот Есть Plugshare Сайт Это приложение Даже можно скачать На мобильник Где видно Все зарядки По всему миру И свой маршрут Можно сделать Исключительно Вот Смотрите Тут есть быстрые зарядки Тут есть медленные Это правда Внимательный человек Но теперь смотрите Чтобы мне Доехать Из точки А В точку Б На дальняк На своей Электромашине Мне надо Какой Сделать Ну пускай будет Та же самая Model 3 Tesla Мне надо Посмотреть маршрут Проложить его Через быстрые зарядки Через специальное приложение Рассчитать Зарядить заранее Автомобиль На полную Рассчитывать Свою скорость Чтобы доехать Это намного сложнее Чем сесть В мою Дизельную БМВ И ехать Спокойно Не напрягаясь Через все Заправки Которые есть На каждом шагу Георгий Ну надо понимать Что вот вы говорите Сейчас спокойно Дизельная БМВ Это спокойно Дизельная БМВ У вас продлится Ну в Европе Я возьму Да От силы 10 лет Потому что Через 10 лет Ну в каждом случае 15 Все дизельные Бензиновые машины Будут запрещены И вы У вас не будет У вас производители Вам не оставят выбора У вас будет выбор Либо Допустим Какой-нибудь Газомоторный гибрид Потому что Дизельная будет запрещена Бензиновая Либо электромобиль У вас не будет выбора И тут вы сейчас говорите Вот мой дизель Ну Сколько лет продлится Ваш дизель Станислав Это ж грустно Станислав Ну это факт жизни Есть еще вопросы От наших слушателей Раз уж вы нам позвонили С экспертами Всегда интересно разговаривать Геннадий Демьянов И Григорий из Питера В один голос Буквально задают вопрос А куда вы Деваете аккумуляторы Что с их Утилизацией Насколько это экологично Это самый Один из Распространенных мифов Я прям Смеюсь Когда мне задают Такие вопросы На самом деле Аккумулятор Электромобиля Может работать Ну где-то Лет 8-10 И то Его будут снимать После этого С электромобиля Когда у него Емкость Еще будет Ну процентов 50 После этого Эти аккумуляторы И эта система Уже сейчас Развивается В Европе В Китае В США Эти аккумуляторы Тестируются Проверяются Нет ли там Каких-то Механических Повреждений Если Механические Повреждения Есть Это в одну сторону Если нет То эти Аккумуляторы Идут Работать Дальше На станциях Системы Накопления Электроэнергии Куда Накапливается Электроэнергия От Электростанции Возобновляемой Энергетики То есть От ветряков От солнца И на этих Станциях Эти аккумуляторы Проработают Еще Лет Десять Но Уже сейчас Есть Предприятия Заводы В Америке В Европе В Китае Тоже Эта программа Принята Где Перерабатываются Эти аккумуляторы И уровень Переработки Доходит До 98% То есть Вопроса Об утилизации Нету Есть Это есть Термин Рециклинг То есть Создали Аккумулятор Он поработал На электромобиле Потом он Поработал На станции Накопления энергии Потом он идет В переработку Из этого материала Снова делается Аккумулятор Для электромобиля Нету Проблемы Утилизации Она есть Только у тех Кто про это Не знает И не интересуется Спасибо Было очень интересно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...